Здравствуйте, с вами дежурный по городу. Меня зовут Игорь Гиндис и вместе со мной сегодня работает оператор Андрей Соловьев. Мы колесим по Пермским дворам и улицам на комфортабельном автомобиле Ford Focus, любезно предоставленном автоцентром Ford, компании X-Auto в Камской долине на Спешилово, 107. И начинаем мы у контейнерной площадки для мусора напротив домов 28 и 30 по улице Коминтерна. Напомним, мы были здесь в понедельник и место было странное. Отдельно лежал мусор и отдельно стояли полупустые контейнеры. Сегодня ситуация устаканилась и стала вполне нормальной. Мусор в баках, вокруг чисто. Молодцы коммунальщики. Подсуетились, что называется. Вот так бы сразу, да каждый день. Остановка общественного транспорта Велта в сторону микрорайона Владимирский прекратила свое существование в декабре прошлого, 2013 года. Это произошло, когда с крыши бывшего завода управления Велты на крышу остановочного павильона сошел снег. Сейчас это руины, обломки и развалины, все что угодно, только не место комфортного и организованного ожидания транспорта. Кто-то остроумный воткнул в эти останки табличку «Внимание, осторожно!» Возможен сход снега и льда. И, кстати, не пошутил, потому что с крыши бывшего завода управления Велты до сих пор свистает здоровенный и толстенный пласт снега. Явно очень тяжелый. Стоять страшно. А где же еще ждать автобуса? Больше-то негде. Вот и стоят граждане, рискуя жизнью. Улица Коминтерна, 24. У нас в подъездах летают комары. Написала нам Светлана. Когда мы зашли в подъезд, мы поняли, что девушка изрядно преуменьшила масштаб трагедии. Они здесь не просто летают. Их здесь тучи. Извините. Они лезут в нос и в уши. Они немилосердно кусаются. Мы здесь какие-то пять минут и уже, в принципе, свет белый не мил. А люди так живут постоянно. 24 часа в сутки. Причина предельно проста. Да, как всегда, это подвал, в котором, как всегда, что-то течет, хлюпает и булькает. Результат – сауна по подъездам и комары, комары, комары. Всю зиму. Всю зиму вот эти комары невозможно. Только внизу? Внизу и до пятого этажа. Все. Можете хоть к кому зайти. В квартирах тоже? В квартирах. Прямо заливут. Вот открываешь дверь, сразу залетают. Мы уже от комаров всякие эти ставим. И что летом, короче. Вот так вот. А управляющая компания обращались? Звонили, обращались. Сказали, что примут меры. Так и не приняли. Самое обидное в этой ситуации то, что даже после устранения утечки комары-то ведь никуда не денутся, если управляющая компания не озаботится проведением очистки подвала от этих мерзких кровососов. От имени жителей дома 24 по улице Коминтерна мы обращаемся к управляющей компании. Друзья, не забудьте. Потому что жить здесь вот с этими летающими извинящими тварями просто невыносимо. Утро выдалось пасмурным. Ну а к середине дня стало как-то более-менее проясняться. И даже солнышко робко пытается выглядывать из-за туч. Между прочим, друзья, первое солнце, которое мы с вами видим в этом 2014 году. А стало быть, будет наше светило кадром сегодняшнего дня. Вот таким увидела очередной обычный день Перми и Пермяков, съемочная бригада дежурного по городу. Игорь Гиндис и Андрей Соловьев на этом заканчивают свою сегодняшнюю трудовую вахту и напоминают. В круглосуточном режиме работает наша информационно-справочная служба и сайт телекомпании «Лифей» в интернете. Пишите и звоните. Ждем с нетерпением. Завтра увидимся. А на сегодня все. Спасибо. Удачи. Пока.